Информационный вечер на RTN. Продолжаем программой «Пульс дня» в студии Артём Андросов. Здесь мы обсуждаем новости и их последствия. Газета New York Times сообщила, что появилась новая порция американских секретных документов, на этот раз касающихся не только Украины, но также Ближнего Востока и Китая. Издание обнаружило первую утечку снимков предполагаемых документов Пентагона и НАТО, касавшихся подготовки украинского наступления. Чиновники в нескольких странах сейчас пытаются оценить ущерб от раскрытия информации и не могут понять, как опубликованные документы так долго оставались незамеченными. Фотографии по меньшей мере нескольких десятков страниц строго засекреченных документов были опубликованы 28 февраля и 2 марта на платформе Дискорд. Однако власти узнали об этом только после публикации New York Times на прошлой неделе. Вторая порция секретных материалов состоит из более 100 документов по американской нацбезопасности в отношении Украины, Ближнего Востока, Южной Кореи и Китая. Из них следует, что Соединенные Штаты следят как за российскими властями, так и за чиновниками из Украины и стран-союзников, пишет об этом New York Times, проанализировавшая утекшие в сеть материалы. В частности, Соединенные Штаты так или иначе получают информацию из почти каждой российской спецслужбы. Например, в одном из документов с пометкой «Совершенно секретно» обсуждаются планы российского генштаба по противодействию танкам, которые страны НАТО поставили Украине. Из материалов также следует, что американские спецслужбы в режиме реального времени предупреждали Киев о времени нанесения ударов России и даже о конкретных целях этих атак, и таким образом давали возможность Украине принять защитные меры. Согласно одному из документов, американская разведка знала о передаче Министерством обороны России плана нанести удары по позициям украинских войск в двух местах в конкретный день, в феврале. Ей также было заранее известно, что военные готовили удары по десятку энергетических объектов и такому же числу мостов в Украине. Отчеты разведки указывают и на то, что Соединенные Штаты следят за высшим военным и политическим руководством Украины. Это отражает попытки Вашингтона получить четкое представление о военной стратегии страны. Помимо данных, имеющих непосредственное отношение к войне, в утечке также содержатся сведения о союзниках Соединенных Штатов, в частности, о Южной Корее. По меньшей мере, пять человек погибли в результате стрельбы, произошедшей сегодня утром в Луисвилле, штат Кентукки. Шестеро человек, в том числе полицейские, получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы. По данным полиции, около 8.30 утра по местному времени начали поступать сообщения о стрельбе в центре города. Спустя примерно полтора часа после случившегося, полиция сообщила, что нападавший нейтрализован. На месте, помимо полиции, работают сотрудники ФБР и сотрудники бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Губернатор Кентукки Энди Бэшер прибыл в Луисвилл к полудню, чтобы на месте возглавить работу специалистов. Бывший городской казначей Филадельфии, 42-летний Кристиан Данбор, был приговорен к шести месяцам тюремного заключения, трем годам условно, штрафу в 10 тысяч долларов и выплате компенсации в размере 33 тысяч долларов налоговой службы Соединенных Штатов. Такое решение приняла судья окружного суда Синдия Руф. Помимо этого, его гражданство Соединенных Штатов будет аннулировано. В рамках своего заявления на получение гражданства Данбор сделал несколько ложных заявлений, представил измененные документы о гражданстве и не подал федеральные налоговые декларации за три года. В мае 2021 года Данбору предъявили обвинение в подаче ложной налоговой декларации и непредоставлении других. Ранее в сентябре 2020 ему было предъявлено обвинение по 14 пунктам. Растрата со стороны банковского служащего, получение натурализации посредством ложного заявления, незаконное получение натурализации, получение ложных документов о гражданстве и ложные заявления в поддержку натурализации. Ответчик ранее признался в получении обманным путем гражданства Соединенных Штатов, предоставив ложную информацию о том, где и с кем он проживал, где проживал его ребенок, а также подав в службу гражданства и эмиграции Соединенных Штатов фальшивый договор аренды и фальшивую налоговую форму W-2. Кроме того, Данбор признался, что не подавал декларации по личному подоходному налогу за 2015, 2016 и 2019 годы. В течение последнего из них он занимал должность городского казначея Филадельфии. Назначенный бывшим президентом Дональдом Трампом, федеральный судья в Техасе приостановил действие документа, разрешающего использование в Соединенных Штатах препарата для медикаментозного аборта мифепрестона. Назначенный другим экс-президентом Бараком Обамой, федеральный судья в Вашингтоне, опубликовал конкурирующее постановление, согласно которому доступ к таблеткам для абортов должен сохраниться в 17 штатах. Мифепрестон был разрешен для использования в Соединенных Штатах на протяжении более чем 20 лет. Чаще всего его используют для прерывания беременности. Поскольку два судебных постановления противоречат друг другу, вероятно, в итоге дело будет решаться в Верховном суде. На прошлой неделе губернатор штата Вашингтона от Демократической партии объявил, что власти подготовили трехлетний запас мифепрестона на случай, если он станет недоступным по всей стране. Таким образом, это по своей сути создает то, что мы называем разделением округов, когда суд одной юрисдикции противоречит другому делу в федеральной системе. Мы не можем оставить это в силе, потому что у нас есть два разных свода закона, что означает, что дело должно идти в Верховный суд. Это не очень хорошо. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил о заключении соглашения с профсоюзом полиции, согласно которому служащим поднимут заработную плату. Оно будет действовать на протяжении 8 лет. Это всего лишь третий раз за последние 30 лет, когда обе стороны достигли согласия. Согласно контракту, заключенному между ассоциацией и администрацией Адамса, повышение зарплаты могут ожидать 23 тысячи офицеров. В совокупности за 8 лет зарплата увеличится почти на 30%. Для полицейских, срок службы которых составил 5,5 лет, базовая заработная плата достигнет почти 132 тысяч долларов в год к августу 2024 года, включая отпускные и надбавки за форменную одежду. Начальная заработная плата для новых сотрудников составит 55 тысяч долларов в год, начиная с августа этого года. Представители авиакомпании United Airlines заявили, что сократят количество летных рейсов в трех аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона из-за нехватки диспетчеров. Соответствующее разрешение авиапереводчик получил от Федерального управления гражданской авиации. В авиакомпании отметили, что, вероятно, в июне количество вылетов вновь сократится. American Airlines также временно уменьшит число рейсов из Нью-Йорка. Авиакомпании уже сократили около 10% регулярных рейсов этой весной, чтобы решить проблемы с производительностью. Представители Федерального управления гражданской авиации заявили, что штат сотрудников радиолокационного центра контроля захода на посадку в Нью-Йоркском терминале остается ниже целевых показателей. Летом 2022 года штатное расписание служб управления воздушным движением стало причиной задержек 42 тысяч рейсов из аэропортов Нью-Йорка. В управлении передадут около 100 квадратных миль воздушного пространства Нью-Йорка радиолокационному центру контроля захода на посадку в терминале Филадельфии для решения кадровых проблем. В университете Темпла, штат Пенсильвания, открыли курс, посвященный порнографии. Он направлен на изучение того, как порно влияет на зрителей, отражается в поп-культуре и в научных исследованиях. Студенты изучают юридические тонкости, смотрят документальные фильмы и читают исторические тексты. Просмотр порнографии не входит в учебный план. Ранее курсы изучения порнографии добавили Массачусетский технологический институт, Университет Вандербильта и Государственный университет Аризоны. Область изучения порнографии существует около трех десятилетий. Она возникла в ответ на растущую и высокодоходную порноиндустрию, а также академический интерес к тщательному изучению гендера и поп-культуры отмечают на сайте университета. Мы продолжим выпуск через несколько минут, сразу после рекламы на RTN. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова